Всем привет мои дорогие художники с вами Мистер Икс и это выпуск с критикой. Критикую я эти рисунки с разрешения их авторов. Хочу напомнить что на критику не принимаются животные. Я покажу эти рисунки которые нам прислали, но на критику я их больше брать не буду и критиковать я их не буду. Также пожалуйста не присылайте просто одну голову, тут критиковать практически нечего. Это мое затерявшееся тело, большое спасибо. Мне все нравится в этом теле. Я не против быть блондином в хуманизации, я только за блондин и очень красивые люди. Но не будем тянуть кота за хвост, начнем сразу, начнем с вот этого единорога. Автор очень ярко раскрасил глаз, очень ярко раскрасил гриву. Надо было взять черный фломастер и сделать вот здесь вот везде контуры. Тогда бы рисунок смотрелся более аккуратно. Далее у нас идут две поняши, просили нестрогую критику. Ничего плохого я здесь не вижу. Кроме того, что автору надо звездочки подучиться рисовать и раскрашивать еще и еще аккуратнее. И можно было теней побольше им сделать. Далее у нас идет поняша от Вероники. Вероника неплохо рисует пони. Точнее это не пони, это уже единорог у нас, потому что у него рог торчит. Единственное, Вероника очень сильно накосячила вот с этой ногой. Потому что у нее две ноги стоят рядом, но почему-то эта нога вот так вот изогнута. Если она сейчас ее расправит, она у нее куда-то в землю провалится. Это, пожалуй, единственный косяк у этой пони, но достаточно серьезный. Далее у нас идет русалочка. Ничего плохого сказать о ней не могу. У нее очень красивый длиннющий хвост. Руки я ее практически не вижу. Надо было их черным тоже обвести или темно-зеленым, как хвост русалки. И, конечно, почетче нарисовать ей лицо. Вот таких кошек можно присылать. Она тут обработана, какой-то хвост ей нарисовали огромный. Единственный минус, что рисунок немного мутный, но, возможно, просто неудачно сфотографировали. А так, очень миленькая кошечка. Этому автору я бы рекомендовал научиться рисовать ровно линии. Вот единственное, что здесь не хватает, это, конечно же, аккуратных ровных линий. С обводкой тут вообще по-страшному накосячили. Здесь рисунок совсем простой. Ну, хотя бы теней добавили там под волосы. На кофту надо было складок добавить кое-где. И еще у меня вопрос. Вот эти вот черные линии на глазу, это обозначает глаз? Надо было уже тогда весь обводить глаз, потому что выглядит это немного странно. Больше похоже на синяк под глазом. Этому персонажуку надо длинные ножки сделать, подлиннее, потому что они у него слишком короткие. У него ноги получились короче, чем его туловище. И тоже подровнять контуры, чтобы не видно было, где повылазили фломастером вот здесь вот по краям. Этому автору я говорил не рисовать круглые головы, но он почти справился с этой задачей. Надо было еще овальнее сделать вот так вот голову и личика. И не такую толстую шею вот здесь вот вверху. И для таких широких плеч надо было тогда и бедра делать пошире вот здесь вот. Это мой портрет от Владика. Только Владик почему-то палец мне тут зажал, тут три пальца нарисовал, тут четыре. В целом портрет мне понравился, но можно было глаза мне побольше нарисовать. И Владик может рисовать меня без маски, потому что в маске я просто пугаю людей. Два портрета бобов, наверное, от Леечки. Я решила их соединить, чтобы сравнить. И вы знаете, мне почему-то больше понравился портрет, который нарисован на бумаге. Он более ярче и более привлекательный. Например, мне здесь больше понравились глаза. Очки немножко маловаты, мне кажется, ему надо было побольше очки сделать. И вот где его рюмка? Здесь почему-то не сделали просвечивающееся стекло, а вот здесь вот нарисовали, что оно просвечивается. Видно его шею и видно футболку. Надо было либо все стеклом зарисовать, либо просветить его и здесь. А у этого боба, конечно, надо было вот эти пальчики поменьше сделать. Эти два маленькие аккуратные, а вот эти слишком большие похожи на сосиски. Если брать рисунки в целом, то Леечка молодец, старается, рисует и фон, и самого персонажа, и очень много разных деталей. Но мне хотелось бы увидеть все-таки Боба этого целым, потому что я вижу постоянно его бюст. Можно сделать, чтобы Боб что-то делал, двигался, прыгал, не знаю, бежал, качался на качеле или что-нибудь еще. Это женщина-полуневидимка, возможно, это какой-то персонаж, о котором я не знаю, либо автор поленился и не дорисовал ее. Если я не ошибаюсь по этой подписи, это Артем Тополян. Если я где-то ошибся, сорян. Артемка, давай старайся, это уже лучше, чем предыдущие твои рисунки. Дальше у нас идет Борис. Бориса надо чуть-чуть аккуратнее было раскрасить, чтобы не было белых просветов, и сделать ему плечики пошире, все-таки он у нас волк. Тут сразу скажу, очень низкий глаз. Глаз надо было поднимать выше, сделать его чуть-чуть поменьше и сделать его выше, потому что у нее лицо буквально слилось с ее шеей. И выглядит это не очень красиво. Прическа, так, крылья тоже, над крыльями надо поработать. Это крыло вроде ничего получилось, а это какое-то маленькое, как будто его ей подрезали. И немного вот здесь вот все-таки подровнять надо было и сделать вот эти места одинаковыми. Пинки Пай, честно говоря, она на Пинки Пай совсем не похожа. Она похожа на персонажа чьего-то, но точно не на Пинки Пай. Вот чего-то ей не хватает, не знаю чего. Может быть радужного хвоста, может быть радуги над головой, но вот чего-то не хватает. Здесь не хватает одинаковых рук и ровных-ровных линий. И, конечно же, глаза. Я не понял, либо его не дорисовали, либо это бровь и закрытый глаз. Больше это похоже на недорисованный глаз. На этом рисунке мне нравятся волосы, ушки, так, тело более-менее. А вот ее очки мне не нравятся. Я сначала как глянул, мне показалось, что у нее четыре глаза. Окуляры надо было делать одинаковыми, потому что она не так далеко повернулась, чтобы ее очки настолько уменьшились. И с глазом то же самое. Этот глаз большой, этот уж слишком маленький. Пусть бы он был такого же размера, но просто немножечко уже. Здесь для критики очень мало, но могу сказать, если вы пользуетесь заливкой, то, пожалуйста, закрашивайте вот эти белые точки, потому что они очень сильно портят рисунок. Здесь автор хотел нарисовать ноги, но решил лучше не рисковать. Вот эта вот стесняшка слишком примитивно выглядит. Как будто бы она здесь совсем не нужна, и как будто просто автор что-то там намулевал. Лучше нарисуйте ей красные круглые щечки, это будет выглядеть намного красивее. Либо немножко вот так покрасьте и полосочками здесь розовое, но вот это слишком грубо выглядит. Стасенька, Стасеньке лень было рисовать, видно, вот очень лень. Стася, ну ты же можешь нарисовать лучше, ну понамазала тут, контуров никаких нет, четких границ тоже нет. Очень странно получать на критику такой рисунок, если я знаю, что ты можешь рисовать намного лучше. Поэтому я лучше подожду следующего рисунка. Галя, давай жрать, хлопец домой пришел. Ну что я могу сказать, стол для кухонного слишком маленький, он должен быть выше. Как он будет есть за этим детским столом? И потом вот эти шкафы, куда они уехали? Кто-то у нас геометрию, видимо, прогуливал. Перерисовать мебель срочно. Так, этому мистеру надо подровнять тапочки, потому что вот этот тапок у него куда-то уехал. Носок в одну сторону, тапок в другую. Контуры, если вы начали тут рисовать, то рисуйте их уже и здесь, и здесь, и на штанишках. И вот это фиолетовое, это капюшон, или это просто такая обводка, которая там не нужна была. Если это капюшон, то надо было уже и там верхушку подкрасить. Личико очень милым получилось. Ну и можно было тогда уже фон какой-нибудь хоть начеркать мельком. Я не знаю, кто вот это такой, но вот это, я бы сказала, неплохая альтернатива Папайрусу или Сансу. Если человек, например, хотел сделать Пандертейл какую-то себе персонажку, то вот он бы очень отлично смотрелся, он вполне оригинально выглядит. Плащ, одежда и его лицо. Хотя, возможно, это меня рисовали, я не знаю, я бы с радостью принял такой портрет. Единственное, я надеюсь, что вот это вот не мой портрет, потому что его лицо очень такое маленькое и смешное. Я сразу посмотрела на его руки, посмотрите на эту руку, теперь посмотрите на эту руку, видите, да, разницу. Здесь пальцы в два раза короче, чем здесь. Может быть, это было так задумано, я не знаю, у всех свои тараканы. Мне понравились раскраска теней, очень красиво наложены тени. Единственное, вот здесь, мне кажется, неудачные все-таки складки получились. Надо было их тоже сделать глубокими вот так вот складку и туда ее повезти, потому что слишком уж прямо она туда пошла. У этого мистера лицо маленькое, но я так понял, это так задумано было. Поэтому в нем ничего плохого я не вижу. Пюрпи, так, пюрпи бы я порекомендовал начать уже рисовать какие-то фоны, плюс помещать ее на картинку, потому что она все время не влазит. То у нее рога не влезли, то ноги не влезли, то еще какие-нибудь детали не помещаются. Давайте развивайте пюрпи, возможно, какую-то одежку ей сделайте. И можно даже попробовать сделать ей другую прическу, например, какой-то бантик присобачить и убрать эту челку. Хочу посмотреть на нее с двумя глазами. Прекрасная девчонка. Ну, я почему-то посмотрел сразу на ее локти. Такое ощущение, как будто вот здесь она упала, и у нее ссадины и открытая рана. Как-то это странно немного выглядит. Одежка, тени мне понравились. Вот это место на ногах. Все-таки надо было сузить эту икру, а потом заводить ее в туфли. Потому что в таком виде это выглядит немного грубо. В целом фигурка у нее хорошо нарисована. И вот эта вот раскраска точками. Я не знаю, это может такая фишка автора. Но как-то немного она тоже бросается в глаза. Вот эти вот пятнышки по ногам, по чулкам. И, конечно, я придерусь к вот этим котам, которые на заднем плане нарисованы. Они практически все неровные. Один меньше, один больше. Ухи у них тут разные. Хотя это, наверное, мелочь. Но девочка нарисована хорошо, так детально, можно сказать, прорисована. А вот на котах автор решил отдохнуть, видимо. Еще один мой прекрасный портретик. Мне он очень нравится. Я люблю такие утонченные фигурки. И хочу похвалить этого автора. Он большой молодец. Он очень хорошо рисует и неплохо раскрашивает. Но, если я не ошибаюсь, я ни разу не видел фон у этого автора. И поэтому мне интересно, если он будет рисовать фон, что же он там нарисует. Я не знаю, что это за существо, но у него очень-очень много деталей, каких-то полосок. Вот там сзади кто-то стоит. И поэтому это как-то все выглядит пестро. Надо было этого персонажа сделать поменьше, нарисовать его поменьше. И сделать вот здесь больше фона вокруг него. Чтобы было понятно, что же здесь нарисовано. Потому что с первого взгляда очень трудно разобраться. Кинг Дайс аккуратно нарисовано, вырезано все аккуратненько. Можно было, пожалуй, голову ему чуть больше нарисовать. Все-таки тельце широкое. А так, в принципе, я даже ничего плохого сказать не могу. Хотя, в принципе, я так ничего плохого не говорю. Далее у нас идет красный боб опять. Ну что такие огромные глаза, Олесенька. Глаза чуть поменьше, пожалуйста, им делай. Слишком это уже перебор просто. На все лицо у него такой глаз идет. Пальчики хорошо нарисованы на этой руке. А вот эта рука очень-очень маленькая у него. И пистолет. Рисуйте, пожалуйста, пистолет побольше. Все почему-то рисуют какие-то малюсенькие пистолетики. И если я не ошибаюсь, красный боб это злой боб. Почему его все рисуют вот таким милым, я не знаю. Надо выражать тогда уже и характер персонажа. Я надеюсь, меня понимают. В этом рисунке слишком темная обводка. Сам рисунок светлый. Обводка слишком темная. И она отвлекает от рисунка. Если вы делаете такую темную обводку, то делайте темную обводку и внутри самого рисунка, чтобы все смотрелось равномерным. Беларусь. Вот с красными глазами перестарались, но это уже слишком. Она похожа на какого-то то ли наркомана, то ли не спавшего человека, который не спал, наверное, целую неделю, сидя за компьютером. Пусть бы лучше зрачки у него были красными, но не глаза. Да, этому рисунку очень не хватает темных контуров вместо вот этих карандашных. Потому что если мы посмотрим на этот рисунок, мы увидим сразу вот эту ее прическу и тапочки с чулками и, пожалуй, вот эти зеленые шорты. Остальное просто выпадает из поля зрения. Я надеюсь, авторы понимают, о чем я говорю. Здесь отвлекающей деталью является вот этот красный фон. Я вижу эту девочку, она очень ярко нарисована, но вот эта красная радуга просто отвлекает меня от нее. Поэтому надо было эту красную радугу убрать. Даже если мы наоборот нарисуем красный, оранжевый и так далее, здесь окажется синий и голубой, и он сольется с ее волосами. Поэтому фон надо было сделать какой-то другой. Либо растянуть эту радугу и вообще без красного сделать. Плюс ее плечики. Это плечо у нее широкое. Это плечо получилось слишком узким. И, пожалуй, личико через чур квадратное ее сделали. Здесь вроде автор начал закруглять, а вот здесь просто прямая линия туда ушла. И такое ощущение, что у нее лицо где-то вот тут вот и оно квадратное. И чуть поменьше глаз, пожалуй, я бы сделал. Ксюше. Ксюше надо было ножки одинаковой толщины здесь делать. Обувь тоже такого же размера. Она не так далеко. У нее нога эта ушла. Она у нее, можно сказать, на этой же линии остается. Плюс вот эта деталь. Если это было крыло, надо было его немного выше поднять. То есть развернуть его, чтобы оно не прямо вот так шло, а немного вот эта часть была туда вверх поднята. Чтобы было понятно, что это крыло, а не какая-то просто отдельная деталь. И плюс вот эта рука. Мне кажется, что она слишком маленькая. Надо было ее сюда продлить локоть. И вот отсюда ее сгибать. А в остальном, мне кажется, у нее слишком огромные уши для ее лица. Ну, посмотрите, у нее лицо заканчивается вот здесь. Но откуда у нее там уже уши растут? Непонятно, уже как будто из шеи. Сделайте ей, пожалуйста, немного поменьше ушки. Митчелу хочется узнать, как этот стиль. Мне нравится свой стиль. Он очень красивый. Допустим, на нашем канале ни у кого нету даже похожего стиля. Поэтому твой стиль мне нравится. Вот этот рисунок прогресс. Прогресс, без сомнения, есть. Во-первых, ты стала рисовать им разные одежды. Это уже плюс. Раньше они все одинаково были одеты. Во-вторых, ты стала рисовать какие-то детали, гитары. Какое-то действие, обнимашечки. Это тоже уже большой плюс. Так что продолжай. Эти два рисунка я соединил, потому что они явно одного автора, судя по выражению их лиц. Вот на этом рисунке шея вроде на месте приделана. А вот тут вот шея где-то там, а голова у нас где-то здесь. Надо голову туда-назад ей вернуть. Этой даме я бы прическу вот здесь попышнее немного сделал. Потому что личико у нее все-таки широкое, то и волосы бы вот здесь вот могли быть попышнее. Надежда, наш компас земной. Надя, ну не присылай ты совсем такие простенькие рисуночки на критику. Можно покритиковать, например, вот эту ногу, которая усохла просто. Но больше здесь критиковать в принципе нечего. Вот здесь Лютик. Могу сказать, что Лютик очень даже изменился. Он стал лучше, потому что раньше он был просто какой-то перекрашенный Бенди розового цвета. Так Лютик выглядит намного эффектнее. Здесь все слишком темно. Неплохой эффект этого испорченного фотоаппарата. Но слишком тут все слилось. Просто видно одну голову и руки Бенди. Этот рисунок тоже красивый. Крыло, могу сказать, совсем не удалось. Больше похоже, как будто Алису какая-то лапа чья-то захватить хочет и утащить. Вот здесь вот Алиса намного лучше выглядит, но вот кроме ее рук вилок, которые Надя никак не хочет научиться рисовать ее огромных квадратных глаз. Ну куда ты забабахала ей на пол лица глаза? Молодец, ты стала иногда рисовать фон. Это уже прогресс. Осталось только фотоаппарат сменить на какой-нибудь другой, чтобы мы видели получше твои рисуночки. И, Надя, я тебя прошу, не печатай пачками персонажей, ведь их у тебя уже слишком много. Занимайся каким-нибудь главным персонажем. Это лично от меня тебе совет. В этом рисунке ничего критичного не вижу, кроме немного разных рогов. Обводка, раскраска красивая, сочетание цветов. Единственная вот это ее рука. Она слишком большая для ее маленькой фигурки, для такой маленькой руки, слишком большие пальцы. Я бы нарисовал немного поменьше ей пальчики, в два раза меньше. И, пожалуй, вот здесь вот можно было обводку потемнее сделать вот в этих местах. Розовый жемчуг персонажа я узнал сразу. У нее вот эта рука немного маленькая, надо было побольше ей пошире сделать эту руку. И, конечно же, одинаковыми. Посмотрите, где этот локоть, на каком уровне. И на каком уровне этот локоть. Надо было продлить немного ей вот до этих пор. И тогда бы руки у нее были одинаковые. Плюс ноги. Я понимаю, что она очень тощая, но здесь ее ноги смотрятся какими-то даже дистрофичными по сравнению с ее плечами. Хотя в мультике она такая немного и есть со странной фигуркой. Безымянная девочка, которую очень красиво автор одевает. Этого автора я все время ругаю за вот эти вот волосатые линии. Вот здесь ты же можешь это все скрыть. Правильно ты это все скрыла? И у тебя получился прекрасный, замечательный рисунок без вот этой вот всей волосни, которая торчит повсюду. Этот рисунок тоже неплохо выполнен. Но вот здесь вот кажется, что у нее слишком длинная шея. Есть небольшие помарочки вот здесь, вот здесь, но это уже так, если до идеала совсем доводить. И вот это вот место, я бы пожалуй вот так не поднимал ее юбку, потому что как-то выглядит как будто там что-то торчит. Надо было просто юбку уже до низа дорисовать и все. И вот здесь просто мне не дает покоя вот эта ее длинная жирафья шея. Потому что это похоже на какой-то чупа-чупс на палочке. И причем это не просто чупа-чупс, а беременный чупа-чупс. Потому что вот это вот место, ну явно выражает ее беременность. Если не ошибаюсь, автора зовут Наталья. Наталья нам нарисовала балерину. Наталья, смотри, балерины, они такие утонченные, худенькие девочки. Почему у нее такая толстая, огромная нога размером просто с бревно? Наташенька, потоньше ей, пожалуйста, ножку нарисуй, чтобы она была похожа все-таки на балерину, а не на слоника. Пожалуй, пока начнем с ног, а потом будем смотреть на все остальное. В этом рисунке вот все было хорошо, пока мы не посмотрели вот на это место, на ее руку. Что с ее рукой? Это не рука, это какой-то шарфик. Вот, на шарфик это очень похоже, а на руку это не похоже. Автор, давай, исправляй ее, эту руку. Здесь то же самое. Во-первых, руки получились слишком маленькие. Если быть точнее, они короткие. И сами пальчики тоже маленькие. Если не получается нарисовать ручки, либо скройте их под кофтой, либо старайтесь их рисовать. Не получилось, стирайте, еще раз пробуйте. Еще, 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 пока у вас не получится. И вот это место на волосах. Это что, ей оторвали клок волос? Или как это выглядит? Поверху у нас должна идти ровная линия. И складки волос должны идти вверх. А не вот так вот, указывая, как будто ей тут оторвали. И сейчас этот клок у нее отвалится. Убей тимен, буковку я забыли. Автор, скажу тебе сразу, эти фоны совершенно им не подходят. Не годятся вот ни в каком виде. Лучше, если у тебя на персонаже столько всяких точек, пятен, деталей одежды, лучше сделай им фон однотонный, а не такой же из таких же деталей. Потому что получается пестрота. Что это за плечи вешалки? Даже у вешалок есть закругление на концах. А у нее просто прямая линия идет. Далее контуры. Если здесь черные контуры, то будь любезен, сделайте на голове у нее темные контуры. Иначе она там слилась, просто голова с фоном. Либо сделай тело с такими же светлыми контурами. Вот эти глаза, это не ее глаза. Это глаза, которые прилетели из космоса и просто сели ей вот здесь на лицо. Никуда они не годятся, скажу почему. Потому что они слишком темные. Слишком у нее узкое тело. Пошире автор, делаем тела. Борюсик с огромными ушами. Уши, ладно, как-то вроде ничего смотрятся. А вот лапа, по-моему, уже перебор. Надо было поменьше ему сделать лапку. Розыком Алиса. Роз у нас пишется с буквой С. Потому что имеется в виду Российский комитет надзора над чем-нибудь. Товарищ по имени Петрик, что вы сделали с Алисиными пальчиками? Они у нее слишком короткие. Если она у нас Роском, то есть она копается везде, что-то ищет, какие-то косяки. У нее должны быть длинные красивые пальцы, чтобы ими можно было все разгребать и все смотреть. А в остальном Алиса очень неплохо смотрится. Красивая у нее фигурка. Возможно, даже можно было ей голову сделать покрупнее. И контуры поровнее. Или вообще можно было сделать без контуров. Еще одна Алисочка. Она получилась немного пучеглазая. Как будто бы она что-то такое там увидела. Очень интересное. Как будто пирожное увидела на распродаже. Во, я понял ее взгляд. Можно было сделать чуть покороче шею. Штанины ее шортиков пошире. И ноги немного поанатомичнее. Потому что они во всех четырех местах получились у нее разного варианта. Здесь могу сказать, огромная голова и маленькое тело. Возможно, это была Чиби. И тогда черт с ней, пусть она будет такая. Хвостик у нее не очень естественно загнут. Как будто бы сломали пополам. А в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо. Что я могу сказать по поводу этой Алисы? Руки. Непонятно, откуда у нее растут там руки. И что у нее вообще вот здесь вот происходит? Тут перчатки слились с ее волосами. Надо было перчатки отделить от волос. Нимб сделать, пожалуй, поменьше. Потому что это не нимб уже, а какой-то обруч. Штриховка автор старался тут за всех сил полосочки эти рисовал. Но вот платье какое-то странное немного получилось по форме. Надо было все-таки вот здесь вот как бы бедрышки нарисовать. И потом ровненькие сделать линии. И вот где грудь, надо было ее оформить. Вот здесь тоже непонятно, где там контуры, где волосы. Здесь тоже особо нечего критиковать. Все немного слилось. Вот эту полосочку на лице надо было как-то исправить. Глазки немного одинаковыми сделать. Конечно, нимб сделать поровнее. Вот здесь совсем ничего не понятно, где у Алисы заканчиваются ноги и начинаются руки. Непонятно, откуда растет вот эта вот рука. Куда делась вот в этом месте ее попа. Короче, совсем ничего не понятно. Далее у нас идет длинный волк. Я не понял, это его маска или это его лицо. Если это его лицо, то на волка он совсем не похож. Фигура похожа на волка, а вот лицо не похоже. Точнее, даже не лицо, а мордочка. Где его нос, где его все остальные причиндалы. Усы там, я не знаю. И вообще волчьи глаза. Если это маска, то ладно, черт с ним, на волка он похож. Элодис. Так, что у нас не хватает Элодис? Ей не хватает плеч пошире. Ей не хватает рук подлиннее. Ну и, конечно же, пальцев побольше. Немного стилизованный бэндяша. Бэндяше не хватает, пожалуй, длинных ног и ровных. Потому что они у него какие-то искривились непонятно как. Возможно, это было задумано автором, я не спорю. И вот это что это у него? Панталончики или утепляющие шорты? Здесь тоже совсем такой простой бэндяйчик. Поэтому я даже не знаю, что тут критиковать. Может быть, плечи ему надо было покруглее сделать. И чернила как-нибудь по лицу ему разлить поинтереснее. Потому что похоже, как будто ему пакет на голову одели, а не чернила по нему растеклись. Прекрасный персонаж для игры Бэнди от The Ink Machine. И ушко вот это посадить немного выше, потому что оно слишком близко к глазу. А в остальном фигурка мне понравилась. Хорошо, аккуратно нарисована. ФНАФ у нас поехал. Марионетка немного неаккуратно раскрашена. Фигурка хорошая получилась. Мангл у нас сделана из труб. Трубы у нас должны быть идеально ровными. Вот это что у нее здесь за местечко неудачное получилось. Даже если труба выгибается, она выгибается одинаково. Одинаково она толщины должна была быть. Голова у Мангл нарисована аккуратно. И еще мне понравились вот эти вот привидения в виде фнафовцев. Тоже хорошо нарисованы, но надо было их потемнее немного сделать. Слово критика слишком большое, надо там в уголке аккуратно писать. Тельце у нее маленькое, но пошире пожалуйста делать ей тельце. Ее длинная рука мне даже понравилась. А вот ноги у нее слишком тонкие. У нее что ноги, что руки одной толщины получились. И пожалуй волосы ей надо было потемнее сделать. И сделать уже тени на волосах тоже. Раз они присутствуют на платье и на лице. Женя у нас молодец, прогрессирует. Красивые фоны очень Женя рисует. Но мне почему-то достаются на критику рисунки без фонов. Единственное на этом рисунке, вот здесь вот на руке немного помарок. Вот этих волосатостей много. Но если Женя уберет их, или будет обводить чуть аккуратнее вот эти вот глаза этого чудовища, то будет еще лучше. Катерина у нас пошла рисовать драконов. Мне жалко твой маркер, Катерина, зачем ты его так сильно расходуешь? А вот черный фломастер вот здесь вот на контуры можно было бы поизрасходовать. Я думаю он бы добавил красоты этому рисунку и яркости. Этот автор, я скажу, на бумаге рисует намного лучше, чем на программе. Есть такие ребята, которые не совсем еще хорошо рисуют в программе. И бумага им идет лучше. Единственное, у тебя плечо у Элисон здесь маленькое получилось. А здесь-то я сделал большое плечо, наверное, для того, чтобы рука Тома поместилась. И, конечно же, эта рука Элисон, она получилась короткой. Надо было ее протянуть и положить ее руку вот на это плечо. Тогда бы рука смотрелась более естественно. Далее у нас идут групповые портреты. По два, по три и более. Во-первых, я не понял, что у нее с глазом. Он у нее закрыт или черный. Вот это вот что на глазу, волосы у нее на глазу. Или что это, это ресницы. Надо было отделить глаз от ресниц. Это раз. Тени вот здесь нанесли и все. На остальное автор не захотел наносить тени, поленился. И три это ее зубы. Какие-то они у нее, честно говоря, странные. Этот зуб где-то у нее там вдалеке уже в горле торчит. Эти зубы впереди. Короче, немного странностей у нее там с зубами происходят. Далее у нас идет Алина. Вот эта фигура, наверное, лучше всех нарисована. Кроме ее лица. Куда у нее уехало лицо? Куда у нее уехали глаза? И что у нее такие косые? Вот эта красная обводка. Надо было ее вообще не делать, потому что она смотрится немного страшновато и неровно. И бандяшечку надо было подровнять вот здесь вот по краям. Короче, лица у этих двух мадам слишком упороты. Что мы можем сказать об этих ребятах? Так, пальчики у них более-менее, кроме вот этого пацана. Но он же телефон держит. У него должны быть самые лучшие пальцы, чтобы, не дай бог, не уронить айфон на асфальт. Пластырь. Я не знаю, в реальной жизни лепят люди фиолетовый пластырь и себе на нос или нет. Вот никогда не видел. Ну ладно, это рисунок, мы тут прощаем это все. В общем, фигурки, одежда, лица мне понравились. Хочется немного теней на них добавить на волосы и на их одежду. И хочется, чтобы у этого пацана одинаковые штанины были. Потому что эта штанина у него узенькая, это совсем широченная. И вот эта вот деталь, я не знаю, это карман у него или это у него пиджак отогнулся. Я не знаю, блин, я все время пристаю к каким-то деталям. Чего они мне бросаются в глаза, я не знаю. Но они мне почему-то не дают покоя. Красивые девчонки. Так, у этой девчонки маленькие рукавицы. Надо было больше ей рукавицы делать. Если вы делаете персонажу полосатые гольфы, не делайте их вот так идеально ровными. Потому что рисунок на ногах немножечко искажается. И они будут идти вот так полукругом. Ну, девчонкам, конечно, не хватает фигурок. Вот волосы, прически, лица мне нравятся. Хорошо нарисованы, более-менее. А вот фигурки немного кривые. Особенно вот у этой девчонки. Ее туда, в ту сторону вот сильно наклонило. У этой девочки примерно та же проблема. Немного туда ее наклонило. Вот это вот, пожалуй, самая стройненькая из них. Здесь девчонки более пропорциональные. Ножки можно было им, ну, чуть подлиннее. Ну, хотя они и так неплохо смотрятся. Прически, тела можно оставить в покое. А вот что с их лицами, я не знаю. На их лицах автор явно решил отдохнуть. Вот у Чары и у Энни более-менее лица. Автор, ну, нарисуй ты какое-нибудь лицо открытое, чтобы оно было похоже на нормальное. На этом рисунке присутствует все. И эмоции, и выражения лиц неплохо нарисованы. И фигуры тоже неплохо нарисованы. Но, конечно, сделано это все неаккуратно. Тут требуется просто лайн. Здесь как бы автор сделал набросок и потом это все раскрасил. Поэтому этот рисунок получился полуфабрикат. Эннарду вообще там тело не дорисовали. Но надо было уже Эннарду тельце там нарисовать. Его бы, в принципе, и не видно было. В общем, скажу так. Рисунок неплохой, но его надо бы доделать. И последний рисунок. Вот, пожалуйста, вам образец доделанного рисунка. Все раскрашено. Есть тени. Неплохо сделана обводка. Очень много персонажей. Я думаю, авторы порадовались этому рисунку. Ну вот опять тут присутствует эта страшная рожица. Почему автор любит рисовать там в углу эти страшные рожи? Как будто она хочет съесть этого фиолетового младенца. Мне прямо жалко. В общем, этот рисунок можно привести в пример абсолютно доделанного рисунка. Аккуратненького. Все, это был последний рисунок на сегодня. Конечно, это не все рисунки на критику. Но, сами понимаете, на каждый рисунок уходит много времени. Поэтому я не могу делать часовой выпуск. Если кто-то хочет часовой выпуск критики, пожалуйста, хоть двухчасовой вам сделаю. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто присылает рисунки именно на критику. Можете оставить свой ответ в комментариях, если кто-то смотрит до конца и услышит мой вопрос. А я говорю вам всем до свидания, до новых встреч. Обязательно увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин